У меня тогда, честно, глаз задергался, потому что я не могла понять, откуда. Откуда они это знают? Там есть все. Лайки, реакции на какие-то публикации. Есть все комментарии, которые когда-либо я делала к чьим-либо постам. И даже переписка с людьми, которые давно выпилились из Фейсбука. Google угадал семейное положение. Google угадал уровень дохода. Там не цифра, но просто категории. Google угадал то, что я снимаю квартиру. То есть, если предположить, что какой-то злоумышленник получит доступ к этой информации, он, в принципе, может узнать обо мне очень много. Хочется сказать, боже, все, надо уехать в деревню, заняться натуральным хозяйством, выкинуть смартфон и жить ничего этого не знают. Вообще, есть такая шутка, уже довольно старая. Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Чемполадова. Привет. Наташа, скажи, когда последний раз у тебя было ощущение, что за тобой следят? Нет, не думай, я, конечно, не считаю тебя сумасшедшей, страдающей навязчивыми идеями. Но в последнее время многие говорят, что телефон что-то не так делает или соцсети какую-то не такую рекламу предоставляют внезапно. Вот у тебя когда последний раз было такое? Ну, когда последний раз такое было, я тебе точно не скажу, потому что не вспомню, ибо бывает это довольно регулярно. И если в большинстве случаев я примерно понимаю, откуда такая реклама или такие какие-то запросы вдруг могли взяться у соцсетей, то иногда бывают такие случаи, когда ты вообще не понимаешь, откуда это взялось. Это нигде не всплывало в переписке, ты ничего подобного не гуглил, никак не оставлял цифровой след. А потом вдруг такая реклама всплывает, и ты потом вспоминаешь точно же, я же вчера об этом с кем-то разговаривала. А телефон, возможно, просто лежал рядом. Становится страшненько, да? Есть такое. Вообще есть такая шутка, уже довольно старая. Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. И вот сегодня мы попробуем разобраться, а кто за нами следит, для чего, как они собирают и используют эту информацию. И помогут нам в этом специалист по цифровой безопасности Артур Хачуян, правозащитница Алена Попова, Кандидат социологических наук и научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге и социологического института Российской академии наук Лилия Земнухова, Исполняющая обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов и консультант Московского центра Карнеги Тимур Умаров. Кто, как и зачем следит за нами сегодня? Я попросила Артура Хачуяна пояснить. Есть три категории людей, которые так или иначе, законно или незаконно, могут получать доступ к нашей информации. Это государство, которое по факту и так имеет доступ к нашим данным. Чаще всего эти данные находятся в каком-то неиндексируемом формате. Паспорта, места жительства, налоговые данные и так далее. Это самая достоверная информация, но она, скажем так, очень медленная и медленно обновляемая. Вторая категория – это корпорации, которые нам в обмен на наши данные предоставляют бесплатные сервисы. Почту, Инстаграм, социальные сети, все что угодно. И эти компании, конечно, следят за нами, но это слежка, во-первых, не один к одному. Нет задачи идентифицировать конкретного человека. А во-вторых, весь этот анализ сводится исключительно к подбору релевантной рекламы, на которых коммерческие компании зарабатывают. Есть еще третья категория – это хакеры, злоумышленники, которые могут незаконными путями получить доступ к нашей персональной информации. Но это все является нарушением закона. А вот первые и вторые ребята действуют по закону. Слово «слежка» – оно очень громогласное и очень сложное. Слежка подразумевает нарушение законодательства и приватности частной жизни. То, что социальные сети, какие-то другие платформы обрабатывают наши данные, обрабатывают то, что мы говорим голосовым помощникам на телефоне, это слежкой назвать нельзя. По одной простой причине мы сами дали согласие. Но если говорить о том, что, например, какой-то потенциальный злоумышленник может, используя открытые источники, те же социальные сети, получить доступ к нашим каким-то данным, которым мы не хотели, чтобы они оказались в открытом доступе, естественно, самое главное правило – ничего не публиковать в открытый доступ, но это не работает. Но, конечно же, никогда не публиковать номера машин, документов, всегда проверять задний план на фотографиях. Ну вот такие простые вещи. Здесь главное уязвимое звено всегда человек. Становится даже несколько страшно, когда ты понимаешь, сколько информации на тебя хранит Facebook или Google со всеми его приложениями. Сильно нужно озадачиться, но, в принципе, можно найти такой раздел в своем аккаунте, в Google, где ты вправе подать запрос на предоставление всей скопившейся у Google информации о твоем аккаунте. Этот запрос отправляешь и потом ждешь. Я когда направила такой запрос, то мне довольно быстро ответили. В течение двух-трех часов пришла ссылка на архив из шести томов. И там было вот все с момента, как только я зарегистрировалась в аккаунте Google. Поисковые запросы, просмотренные видео, сохраненные переписки, рекламы – куча-куча-куча-куча всего. А еще они выдали мой портрет как пользователи этого аккаунта. Они угадали возраст, большую часть моих интересов, даже сферу деятельности. Но они угадали семейные положения. И очень меня это позабавило. Почему-то Google считает, что я большой поклонник экстремальных видов спорта, парусного спорта, горных лыж и еще чего-то такого. При том, что я жуткая трусиха. И всего этого страшно боюсь. Я никогда, по-моему, даже ничего не искала на эти темы в Google. А тебе что рассказал Google нового? Запрос я подавала в прошлую пятницу. Google мне сообщил, что этот запрос принят, а архивация всех этих документов будет только в воскресенье. То есть ему, в принципе, уже с самого начала потребовалось на это полтора дня. В воскресенье вечером Google прислал мне огромный архив, почти 60 гигабайт. Это 22 файла архивных, каждым по 2, по 6, по 8 гигабайт информации. Ничего себе наследила ты в Google. Но я должна сказать, что я не смогла изучить эту информацию, которую мне прислал Google, потому что я, конечно, не скачала все 22 архива, я скачала только один и потыкала на обум. Там много-много разных папочек, там по названию какие-то покупки, адреса, мои местоположения, еще чего-то. И где-то документы, которые открывались, были совершенно пустые, а где-то был какой-то код, который я не могла никак понять. Как ли специалист прочитать не могла. Да, то есть, возможно, кто-то из программистов может понять, что там имелось в виду. Но вот так вот сходу, без специальных знаний, это понять невозможно. Ну и плюс, говоря о том профиле пользователя, который Google на меня составил, меня удивило, что там было 135 характеристик, в принципе. Это довольно много. И да, если интересы какие-то, он действительно угадал. То есть, я просматривала, у меня не было такого, ого, я же вообще это никогда не гуглила, там экстремальные виды спорта, откуда оно взялось. Нет, в принципе, все совпало. Но меня поразило то, что Google знает обо мне полвозраста. Это ладно, потому что это та информация, которую ты, в принципе, вводишь в аккаунт. Вот Google угадал семейное положение, Google угадал уровень дохода. Там не цифра, но просто вот категории. Google угадал то, что я снимаю квартиру. Это не то, чем я так активно делюсь с Google. И, кстати, я задала Лилии Зимуховой вопрос, откуда Google все это знает, как эта информация к нему попадает. И вот что она рассказала. С Google еще серьезнее, в том смысле, что поскольку он очень тесно связан с Android, здесь тоже аккумулируется та информация, про которую мы можем не рассказывать непосредственно в почте или в Google или в каком-то одном профайле, но мы по частям рассказываем на разных других платформах. Например, установили вы себе приложение, то, через что вы ведете свой бюджет. И он тоже спрашивает, вы хотите зарегистрироваться или нет, через какой аккаунт, через этот или не через этот. А внутри у него есть очень много функций, которые подразумевают, что вы показываете, на что вы тратите, на съем жилья, на сбережения в банке, на структуру расходов, грубо говоря. И таким образом эта информация тоже частично может уходить в сторонние третьи организации, если соответствующие галочки вовремя не снять, не убрать и сознательно не сократить поток данных, которые курсируют между приложениями. Вторая большая история связана с алгоритмами машинного обучения и того, как вы, как пользователь, оставляя свой цифровой след, формируете о себе поведенческую какую-то картину в сети. Что вы ищете, на каких рекламах задерживаетесь, как именно вы формулируете поисковые запросы. Они, в свою очередь, связаны с базами, на которых обучаются алгоритмы, которые потом используются, например, для контекстной рекламы. То есть здесь довольно сложные механизмы, которые даже разработчики до конца не всегда понимают, как устроено. Они сами называют их черными ящиками. То есть здесь, да, здесь довольно сложно провести границу между тем, что мы, как пользователи о себе, действительно где-то сообщаем, а где нас дорисовывают с точки зрения среднего поведенческого типа пользователя на основании всех похожих запросов. И если у Гугла и Фейсбука еще можно выяснить, что именно они знают о тебе и какую информацию хранят, то в случае, например, с Яндексом это совершенно непонятно, как работает. Во всяком случае, вот нигде на их странице я такой информации не нашла. И это, кстати, касается всех российских соцсетей, поисковых машин и так далее, потому что Гугл и Фейсбук это американские компании, которые так или иначе, вот как мне рассказывала Лилия Зимухова, они подлежат законодательным регуляциям, в частности, антимонопольному закону и такому европейскому регламенту, общий регламент защиты персональных данных. И эти документы обязывают соцсети, поисковые машины предоставлять пользователям данные о них самих, то есть ту информацию, которую они у себя хранят. А российские соцсети, российские поисковые машины не обязаны предоставлять эти данные пользователям. Да, но зато они обязаны предоставлять их по первому запросу правоохранительным органам. Яндекс и российские соцсети хранят огромный поток информации о нас и нашей личной информации и переписке вследствие принятия так называемого пакета Яровой. Например, Артур Хачуян говорит, что по большому счету наши персонализированные данные, ну прям привязанные конкретно к нам, не так уж много кому и нужны. Заклеивание камер в ноутбук это чистейшая паранойя. Действительно, в полдесятом процентах случаев, если есть какой-то злоумышленник, он получит доступ к камере, действительно может что-то такое нехорошее произойти. Но практически все современные модели ноутбуков от этого защищены. И что самое главное, никому нет смысла подключаться к веб-камере какого-нибудь среднестатистического россиянина. Просто в этом нет смысла. А то, что телефон лежал рядом и якобы мы что-то сказали вслух, а потом получили контекстную рекламу, это так называемый эффект цифрового дежавю. Говорит он о том, что алгоритмы социальной сети, которые анализируют нашу модель поведения и прогнозируют наше будущее действие, работают хорошо. То есть вот эти черные ящики, о которых говорила Лилия Земнухова, хорошо что-то там себе переваривают о каждом из пользователей. Ну вот это ощущение цифрового дежавю, о котором сказал Артур Хачиен, оно меня немножко смущает, потому что у меня однажды была такая история. Ну мне очень сложно поверить, что это действительно случайность, совпадение. Ну просто так и бывает. Какое-то время назад мне подарили варежки. Это была такая вполне себе оффлайновая история. Единственный цифровой след, который, как я потом поняла, мог возникнуть от этих варежек, это то, что была сделана фотография, на которой эти варежки были, но не в качестве основного объекта, а там где-то сбоку лежали. Эту фотографию отправили по WhatsApp в общую группу. И спустя, вот я не помню, то ли через сутки, то ли через двое, Инстаграм показывает мне рекламу ровно этих же варежек с предложением их купить. У меня тогда, честно, глаз задёргался, потому что я не могла понять откуда. Откуда они это знают? Ну а может быть это действительно как раз вот то самое невинное совпадение или то, что ещё называют эффектом электронного дежавю? Не верю почему-то в это. Но я бы хотела ещё поделиться тем, как найти информацию о себе в Фейсбуке. Это, в общем, тоже нужно немножко покопаться, но в настройках можно найти. Том в Фейсбуке на меня не такой же большой. Мне пришло где-то около двух гигов информации на себя, куча папок. Но там есть всё. Там есть лайки, реакции на какие-то публикации. Есть все комментарии, которые когда-либо я делала к чьим-либо постам. Все мои записи и даже переписка с людьми, которые давно выпилились из Фейсбука. То есть, если предположить, что какой-то злоумышленник получит доступ к этой информации, он, в принципе, может узнать обо мне очень много. Я слышала такую версию, что Фейсбук хранит даже неопубликованные посты. То есть, вот ты решила что-то опубликовать, написала текст, не отправила его, или там повесила фотографию, не отправила, передумала, стёрла. Но Фейсбук уже сохранил драфтовую версию. Я тоже слышала эту легенду, но, к сожалению, проверить её не смогла просто потому, что у меня на это не хватило времени. Это подкаст «Человек имеет право», который ведём я, Марьяна Трачешникова. И я, Наталья Джампаладова. Но мы же живём не только в социальных сетях, мы, слава богу, живём оффлайн большую-то часть жизни. Здесь, наверное, важно поговорить и о камерах видеофиксации, видеонаблюдения. Вообще уже на протяжении не первого десятка лет их устанавливают в крупных городах, и не только в крупных, не только в России, но и в мире для обеспечения безопасности. В последние годы появилась ещё и технология распознавания лиц, и вот она пугает многих правозащитников и граждан. То есть, с одной стороны, они говорят, что да, видеокамера – это отлично, может способствовать безопасности, поиску преступников и прочего, но что касается технологии распознавания лиц, то это возмутительно, потому что для начала это нарушает Конституцию, а именно 23-ю статью, которая говорит, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Вот что об этом говорит Алена Попова, которая пытается оспорить установку этой системы в Москве. Существует для ограничения вот этого права только две причины. Первая – это если человек был осуждён по тяжким статьям и сейчас должен находиться на контроле у государства. И вторая причина – это если суд разрешил, чтобы за человеком была устроена вот такая вот тотальная слежка. Но неизбирательно, когда вот вы, например, Марианна, Илья, Алена, едем куда-нибудь там на работу, заходим в метро, метро считывает наше местоположение, едем на машине, камеры считывают наше положение, а дальше вы можете зайти в Telegram-бот, и Telegram-бот выдаст вам любые перемещения на вашей машине и любое ваше перемещение там в рамках московского автотранспорта. Это прекрасное пособие для всех маньяков, убийц, харассеров и тому подобное. Так что это совершенно технология, абсолютно точно ставящая под вопрос нашу личную безопасность. Российское правосудие нам уже объяснило, что значит, всё законно, всё прекрасно, идите расслабляйтесь и пейте Кока-Колу. У них есть два вот этих заезженных стандартных аргумента. Первый аргумент – это ну вы знаете, вы же, когда выходите из квартиры, вы попадаете в публичное пространство, а в публичном пространстве за вами может вестись наблюдение в целях обеспечения вообще всеобщей безопасности. И когда мы им говорим, что алё, граждане, вы почитаете правильно Конституцию, то, что вы из квартиры или из дома куда-то вышли, это не означает, что вдруг у вас резко из-за этого исчезла тайна семейная и личная. Конституция, эти права являются неотъемлемыми. А второй аргумент говорят, да вы что, да эта система распознавания лиц, она вообще не для людей. Она распознаёт котов, собак, ямы на дорогах. Причём здесь вообще люди? Ну, если люди там шлындают постоянно где-то в городе, ну, так это проблема людей, пусть не шлындают, а сидят по домам. А это вот, если утрированно объяснить их позицию. И буквально в начале этого года пришло сообщение от московских властей, которое многих встревожило. Собянин заявил, что собирается устанавливать в Москве какую-то огромную систему и собирать какую-то серьёзную базу данных на всех москвичей, причём непонятно, это москвичи по регистрации или все жители вообще Москвы, включая там здоровье собак, оценки детей и прочее. Ну, вот, насколько я поняла, это просто вся информация из профилей на сайте мэрии МОСРУ и на сайте госуслуг. Она будет как-то, видимо, объединена, потому что все эти пункты, которые перечислил Собянин, они есть, например, в твоей анкете на сайте МОСРУ. На днях специально туда залезала и посмотрела, да, там можно написать, какая у тебя зверушка живёт. Тем не менее, многих эта информация встревожила, в том числе и потому, что все сразу вспомнили про китайскую модель, но я попросила пояснить Артура Хачуяна, а что будет означать внедрение такой системы в Москве, и вот, что он ответил. Московские власти хотят улучшать свои сервисы, хотят создавать понятные модели для прогнозирования того, что происходит в городе. Они, естественно, хотят следить и наблюдать за всем, что происходит, за перемещением ковидных больных, за какими-то ребятами, которые там в социальных сетях плохо про президента пишут. Конкретно в этом случае говорить о применимости подобной базы данных сложно. Важно понимать, что в этом тендере есть серьёзное техническое задание, которое описывает будущую инфраструктуру решения. и инфраструктура эта, мягко скажем, не очень хорошая. Там какие-то устаревшие базы данных, устаревшие фреймворки. Такое ощущение, что это техническое задание записано для каких-то ребят из Ростелекома. То есть звучит реально всё страшно и красиво по факту с тем стэком технологий, который указан в этом техническом задании, ничего сложнее, чем простейшая, не знаю, работа студента МИФИ, где у нас просто есть база данных, и мы индексируем некий полонотекстовый поиск, у них ничего сложнее этого не получится. То есть там ничего такого сверхъестественного нету, никакого социального рейтинга, как в Китае там не будет. Мне стало любопытно, а как же там в Китае это всё устроено и что из себя представляет вот вся эта система слежения, которые все так пугают. И я попросила Алексея Маслова объяснить, что там в Китае происходит. В Китае очень долго вводилась эта система, она начала вводиться в принципе ещё в 2009-2010-х годах, она испытывалась по-разному и технически, и честно говоря, под неё подводилась социальная основа. Была очень большая разъяснительная работа, она велась годами, регулярно, например, публиковались данные о том, как уменьшается количество преступлений, с какой скоростью оно раскрывается за счёт различных камер видеонаблюдения, за счёт систем распознавания лиц, походок и так далее. Второй момент, который надо учитывать, конечно же, техническое обеспечение было колоссальным. Ну, например, введение новых различных гаджетов, например, специальные очки, которыми вооружена полиция, китайская полиция в крупных городах, очки, по сути дела, являются микрокомпьютером, который считывают, куда направлен взгляд полицейского, передаётся это всё на сервер, сервера анализируют, не является ли данный человек преступником, после чего всё это дело передают уже самому себе полицейскому определённым сигналом. Ну и третий момент, который надо учитывать, это вопрос, связанный с нынешней ситуацией, то есть с коронавирусной ситуацией, когда людей распознавали, после этого людям приходили штрафы, и таким образом это всё сработало. А как это на практике осуществляется? Очень многое завязано на китайском приложении WeChat, которое у тебя в телефоне, и без которого ты практически как без рук. Вот что об этом рассказал консультант Московского центра Карнеги Тамур Умаров, который два года прошёл в Китае. Самым главным инструментом вообще в принципе любого человека, который существует в Китае, это WeChat сегодня, это мессенджер, только это не просто мессенджер, но это суперприложение, через которое можно всё там оплатить, любую покупку, неважно где, заказать номера в отеле или купить билеты на поезд. Когда ты скачиваешь это приложение, ты даёшь ему доступ к практически всему твоему телефону, он очень много съедает зарядки и потребляет много данных. Даже когда приложение закрыто, оно всё равно используется. Есть доказанные истории, когда удалялись личные сообщения через этот мессенджер, если они не совпадали с линией партии, удалялись стикеры с изображением, например, китайского председателя для Сидинпина. Есть ещё другое приложение, оно тоже похоже, Alipay. И, кстати, в ней уже встроена вот эта система социального кредита, но она использует компанию Alibaba только для того, чтобы поощрять пользователей больше потреблять. Например, чем больше я пользовался этим приложением, тем больше у меня было бонусов, и я, например, мог брать велосипеды на прокат от этой компании. То есть бизнес использует это в своих интересах, но при желании государство может использовать вот эти же самые инструменты для уже других людей. Как рассказал Алексей Маслов, сейчас пока ещё социальный рейтинг повсеместно не введён, он только в этом году законодательно прописан, и только сейчас его уже начинают активно использовать. В Китае? В Китае, да. Человеку вручается изначально тысяча баллов, и дальше за различные проступки или наоборот за позитивные действия ему либо идёт надбавка, либо наоборот сбавка. Социальный рейтинг по своей сути представляет собой совокупность многих очень позданных, как вашего банковского рейтинга, сколько вы брали кредитов, как вы их отдаёте, куда тратите деньги, до, например, вашего рейтинга на торговых площадках типа Алибабы и многих-многих других. Плюс к этому, конечно, это жалобы, которые могут поступать на вас от соседей или, например, нарушение правил дорожного движения, а поэтому вы можете повысить социальный рейтинг, например, участвовать в социально значимых мероприятиях. В принципе, на людей, на нас, на всех собирают такое огромное количество информации самыми разными способами, что, наверное, пытаться остановить эту лавину уже невозможно. Тут встаёт вопрос не то, как остановить этот поток информации, а то, как обеспечить её надёжное хранение. Тем более, что, по словам Артура Хачуяна, в настоящее время очень тяжело сохранить приватность, а уж анонимность в сети сохранить практически невозможно. Сетевая анонимность это когда мы, у нас нету телефонов, социальных сетей, всё, что у нас есть зарегистрировано на несуществующие паспорта, и нас как бы невозможно идентифицировать. Вот анонимности сейчас практически нет, для того, чтобы её добиться, нужно идти на серьёзные технические ухищрения. А вот приватность, всё-таки некая приватность, когда мы находимся, например, внутри своей квартиры, оно у нас всё ещё остаётся. Несмотря на то, что мобильный оператор может нас идентифицировать под сотовым телефону, домашний провайдер нас тоже может идентифицировать, когда мы уходим в интернет, но тем не менее наша приватность как эффект того, что как бы нашу цифровую безопасность защищает государство, да, как бы смешно это не звучало, 152-й ФЗ персональных данных, хоть очень устаревший, но он всё-таки есть, подобная как бы приватность есть, но исключительно в рамках нашего личного частного жилища. Как только мы из квартиры выходим, наша приватность тут же заканчивается, потому что на домофонах есть камеры, на улице есть люди, которые фотографируют, мы там ходим на вечеринки, и наши данные могут в момент стать неприватными. Ну и вообще-то люди сами рассказывают о себе слишком много, когда заполняют анкеты в магазинах, чтобы получить какую-то дисконтную карту, когда подписывают пользовательские соглашения, устанавливают какие-то приложения, игры, вступают в социальные сети и не вдаются в подробности. Ну вот я попросила Лилию Земнухову поделиться какими-то лайфхаками, правилами поведения в сети, чтобы хотя бы хоть как-то соблюсти эту цифровую гигиену, и чтобы она самому не подставляться настолько явно. Первое, с чего нужно начинать, это, собственно, свою цифровую грамотность и воспитывать. Второе, максимально осознавать, какие действия вы как пользователь совершаете. Если вы заходите в незащищенные сети Wi-Fi, то, наверное, не стоит нигде оставлять там какие-то свои суперперсональные данные и не ходить в свои аккаунты, которые предполагают, например, двухфакторную авторизацию или сложные пароли. Точно так же, если вы пользуетесь не своими ноутбуками, компьютерами и всем остальным, не стоит заходить в банковские аккаунты или вытаскивать, сохранять информацию, которая имеет статус приватный. Третье, наверное, тоже такое большое правило. Везде, во всех смыслах, по возможности использовать максимальное количество защиты для своих аккаунтов и связи с другими платформами. Я не говорю, что обязательно читайте правила и соглашения, потому что на это может уйти полжизни. Но отдавать себе отчет в том части, чего вы становитесь, когда вы устанавливаете очередное приложение или очередной раз регистрируетесь через социальные сети, хорошо бы научиться. Фатовая ситуация. С одной стороны, удобно пользоваться навигатором, удобно пользоваться социальными сетями, удобно пользоваться какими-то сервисами, которые предоставляют отзывы других пользователей о товарах и услугах. С другой стороны, используя все это, мы даем возможность использовать и себя. Хочется сказать, боже, все, надо уехать в деревню, заняться натуральным хозяйством, выкинуть смартфон и жить ничего этого, не знаю. Но с другой стороны, те блага, которые тебе дает цифровой мир, все-таки, наверное, превышают те риски. И, наверное, я вот еще думаю, что не надо все-таки выносить в сеть, в глобальном смысле этого слова, ту информацию, которую ты совершенно точно не хочешь нигде разглашать. Потому что, если кому-то очень будет нужно, ее смогут наковырять. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачашникова. И я, Наталья Джамполадова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Спотифай, Ютуб и, конечно же, на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Привет! Я журналист Радио Свобода Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях. Редактор субтитров А.Семкин